МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здрасте. Здрасте. Это кто? Считайте, что меня здесь не было. Приятно познакомиться. Ваш отец когда-нибудь применял насилие к своей гражданской жене Загорянской Инне Витальевне? Да. Алло, пап. Знаешь, что это за звонок? Единственный разрешенный после ареста. Твоими стараниями я отправляюсь в тюрьму. Можешь гордиться собой, сынок. Я сейчас с Максом. Я его не брошу. Тем более в такой момент, когда он совсем один. Сама доброта. Дело в том, что Виктор теперь не директор школы. Теперь школу возглавляю я. Ты? Галина Васильевна, а почему так много? Мне кажется, от половины расходов можно было смело отказаться. Слушай, я проработала здесь больше лет, чем ты прожила. Не надо мне указывать, как планировать расходы. Услову, что ли? А если с тобой что-то случится, или потеряешь контакт со связным, дашь вот это объявление. Мы ответим тем же способом. Поставьте Альюшу петонку. Андрей, молодец. Очень хорошая скорость. Да это не я. А кто? Моя сестра. Молодец. Это имена воспитанников детдома по годам. Семьдесят девятого нет. Без точки вырвано. По-моему, я видела похожие страницы на чердаке. Ира Исаева. Шесть лет. Умерла. Скажите, а что вот это за цифры в этих столбиках? Семьдесят один, восемьдесят девять. Исаева Ирина, сто пятьдесят два. Может, это рост? Макс, как ты себе призываешь шестилетняя девочка, полтора метра ростом? Посмотрите, Матвей Сошников, четырнадцать лет, восемьдесят пять. Ну, может, он лилипут. Ну, да, целый класс лилипутов и одна Ира Исаева, Гулевье. Подождите, это точно не рост. Что-то другое. Везде видите? Каи. 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 Алло. Тихо. Да, Ром. Хорошо. Расследователь, уходим. Тихо. Хорошо. Давай. Расследователь, уходим. Вот, можно я пойду? Подожди, скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь делала это раньше? Нет. Ой, делала сегодня утром. Табанчушу поставили пятерку. Вы поставили? Скажи, пожалуйста, ты можешь мне объяснить, как ты это делаешь? Конечно. Зеленый к зеленому. Красный к красному. Синий к синим. К синим. Понятно. Спасибо. А можно я еще поиграю? Конечно. Забираем твой. Спасибо. Пойду Алисе покажу. Подожди. Ты ведь любишь играть, верно? А давай с тобой поиграем в вопрос-ответы. Все очень просто. Вот здесь нужно поставить правильную фигурку. И все. Угу. О, Елена Сергеевна, у вас ничего не пропадало? А то я тут, Дмитрий, он слышишь, кое-чего нашел. Так. Дмитрий Валерьевич, если вам не сложно, занесите мне, пожалуйста, тест. Конечно. Спасибо. Что? Я просто хотела попрощаться с отцом. Твоя мама запретила вам встречаться. Да она не имеет права. Послушай, Юль, ваши внутренние семейные проблемы меня вообще никак не касаются. Но поскольку теперь ты учишься в этой школе, то ответственность за тебя несу лично я, так что запомни. Выходить за территорию школы строго запрещено. Но. Никаких но. А дело в форму, вперед на урок. Стерва. Что ты сказала? Стерва. Что-что? Она сказала, стерва. Ой. Так. Пора заказывать овощи. От чего отказываемся? От огурцов, помидоров или от перцев? От перцев, я понимаю. Спасибо. Маша, постой. Стоялся суд, Петру Морозову дали восемь лет. Что ж он это заслужил? А Максим уже знает? Я не знаю. Может быть, ты ему скажешь? Вам давно же надо поговорить. Думаешь, он будет меня слушать? Ты его мать. Мне кажется, что сейчас самое время сказать ему об этом. Думаешь, она обрадуется, когда узнает, что его мать малограмотная уборщица? Маша, в этой жизни есть вещи куда поважнее грамотности. Это я тебе как дипломированный филолог говорю. Ты его мать. Ты его любишь. Он тебя прости, ты поймёшь. Он тебя прости, ты поймёшь. Мой связной был убит выстрелом в голову. Эй, уснул, что ли? В соответствии с инструкцией я избавился от тела. Связной был убит после того, как я передал ему предмет под номером 37. Этот предмет попал ко мне через ученицу Надю Авдееву. После шести месяцев расследования я собрал достаточное количество предметов из списка, чтобы понять, что я на правильном пути. Я уверен, что брат и сестра Авдеевы попали в эту школу не случайно. Вопрос в том, почему. А что такое коэффициент? Коэффициент? Слушай, где только набираешься таких слов? Елена Сергеевна сказала, что я очень умная. У меня 152 коэффициента. А у тебя сколько? 152. Скажите, а что это за цифр вот в этом слове? 81, 79, 80. Исаева Ирина, 152. Весь день, видите? Каи. Каи. Ты что? Ты что, не гордишься мной, что я умная? Почему? Конечно, горжусь. Просто ты скоро станешь такой умной, что нам уже не о чем будет разговаривать вместе. Правда? Ну-ка. Романтизм сменяет эпоху просвещения. Если эпоха просвещения характеризуется культом разума, то романтизм, наоборот, утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Это 10-й класс? Да. Но урок начался уже 20 минут назад. Значит, оставаться не имеет смысла. Я бы так не сказал. Вернись в класс и займи свободное место. Что это? Ни перси, ни твоё. Отличная шутка. Всегда срабатывает? Да. В школах с циреновым режимом. У нас видно строгие правила. В том числе и это касается формы, поэтому ты не можешь ходить в такой майке. Сними себя еще! То, что ты делаешь, весьма унизительно. Ну, не для меня, а для тебя. Но если тебе так удобнее впитывать знания, то, пожалуйста... Простите, Виктор Николаевич. Это что такое? А ему не понравилась моя майка. Оденься немедленно. Выйди вон из класса! Ну, вы прям маньяки. Маньяки. И так, романтизм. Удавался, короче, тратить в школу. Сейчас бы мы сидели в Сан-Трубе. Как и договаривались. Скутера там всякие, понимаешь? Да банан его погадали. Да. Девчонками. Понимаешь? Прочу сейчас. Сейчас мы сидим. Сигареты есть? Похоже, наша гена на тебя запала. Если она еще раз до меня затронется, придется подать на нее в суд за сексуальное демократерство. Может, все-таки расскажешь мне, что у тебя с Виктором? Я же сказала, ничего. Это ваши фантазии. Сосуды у меня действительно плохие. Но зрение хорошее. Я все вижу. Влюбилась? Допустим. Что с тобой? Ничего. Забудь о нем. Виктор никогда не бросит Елену. Если он сделал ей предложение, он на ней женится. Почему вы такой верите? Потому что, к сожалению, Виктор из той породы уходящих порядочных мужчин, для которых слово «честь» что-то значит. Для него может быть, но не для нее. Пока он носится со своей честью, а она наставляет ему рога. Что-что? Ничего. Извините. Это я так от злости. Возди сюда. Что ты знаешь? Говори. Я застала ее в учительской с визуруком. Они целовались. Кто? Лена с Пашей? Дрянь. Надо обо всем рассказать Виктору. Нет, 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 Галина Васильевна. Нет, не надо рассказывать. Значит, или ты это сделаешь сама, или это сделаю я. Я не позволю этой гадине испортить ему жизнь. Галина Васильевна. Даша, я, кажется, понял, что значат эти цифры. Цифры напротив фамилии детдомовцев. И что это? Мне кажется, это IQ. Коэффициент интеллекта. С чего ты взяла? Помнишь, там было написано Каи, коэффициент интеллекта. Сегодня Надя сдавала такой же тест. Все сходится. Тогда я ничего не понимаю. Кому нужно было изучать интеллект детдомовских детей, записывать результаты и потом тайно хранить столько лет? Да, я уверен, есть какая-то причина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем спать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас удастся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все равно отсюда сбегу. Клянусь тебе. Любой ценой. Ты меня не удержишь. Я тебя тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока. Макс, а ты... Что? Как с отцом поговорил? Плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа сексуальные революционеры, умерьте свой пыль. Отбой никто не отменял. Удалите свою комнату, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброй ночи. Доброй. Вас это тоже касается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброй ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА